Добрый день! Сегодня инбоксинг. Кубик 4х4 от компании YJ Rui Su. Это бюджетная линейка, в которой есть кубик из 2х2 по 7х7. Пирамидка с куб. Сквайра, по-моему, я еще не видел. Ну, короче, для новичков такая серия бюджетных головоломок. Из нее я покупал 5х5 Rui Chang. Также у меня есть пирамидка Rui Long. В одном из предыдущих видео она уже была. И вот появилась четверка. Опять же, четверку я бы покупать не стал, поскольку бюджетная четверка. Не магнитная. Но это третья головоломка, которую я выиграл на чемпионате Саратов в YJ Special. И, естественно, она засталась мне бесплатно. В коробочке нет инструкции. Четверка для начинающих. Это, конечно, минус, но незначительный, поскольку от этой инструкции все равно толку никакого нет. Вполне возможно, что это какая-то случайность, она там быть должна. Но в пирамидке тоже не было. 5х5 не помню. Коробочка стандартная, YJ. Такая чуть под кожу сделанная. Ну, ничего нового. Четверку посмотрим. Цвета такие же, наверное, как на пятерке. Да. Размер. Должен быть 62 мм. Сейчас почним. Да. 62 мм. То есть стандартная, не уменьшенная. Четверка. Без логотипов. Давайте вращать. Ну, для четверки из коробки вращение вполне терпимое. А если вспоминать 5х5, то из коробки он крутился не очень, но через несколько сборок стал крутиться очень хорошо. И это одна из таких неплохих бюджетных пятерок. Ручанка. Для новичков очень даже подойдет. Судя по всему, четверка будет примерно на том же уровне. Четные кубы, они, конечно, всегда сложнее даются производителям. Но четверка пока не разлетелась и вращается. Ничего не смазывал. Не настраивал. Такое ощущение, что она слегка затянута. Ее можно еще ослабить. Уголки не флипаются. На небольшом усилии. Давайте соберем. Кстати, неплохо. Неплохо вращается. Да. Думаю, что новичкам очень зайдет. Наверняка, да, наверное, точно. Четверка стоит очень дешево. Поскольку, ну, вся серия 5 на 5 была очень дешевая. Вся серия очень бюджетная. Чувствуется нехватка резких углов. Ну, как бы, привык к АОСу. Как бы, тогда вопрос, зачем мне эта четверка? Ну, это приз, это подарок. Компания YJ грех было отказываться. Почему бы и нет. Так. Немножко. Не хватает углореза. Но, опять же, наверное, стоит ослабить. Так, собираем. Красный. Да. У дворезика не хватает. Такого капита. Не сейчас, но, возможно, когда-то позже. Попробую понастраивать. Там соточку откручу. Я думаю, все остальные, это лучше. Но, в принципе, для начинающих, даже в таком состоянии, эта четверка вполне подойдет для обучения, сборки 4х4. Почему бы и нет. Так, не все ребра. Собирать можно. Не так быстро, как хотелось бы. Но, можно. На время засекать, наверное, не буду. Ну, вполне достойное вращение для очень дешевой головоломки. Кроме недостатка углореза и таких вот локапов, с этим связанных, не вижу критичных недостатков для этой ценовой категории. Да, и четверка без логотипа можно использовать в 4х4 blind. Ну, мало ли кто для этой цели захочет приобрести 4х4. Так, вращение, что крайних, что средних слоев примерно одинаковое. Паритет попробуем. Паритет попробуем. Конечно, магнитов не хватает. Чуть-чуть узлореза. Но, вполне достойно. Неплохая четверка за свои деньги. Почему нет, для новичков вполне подойдет. Именно вот, учиться, как первая четверка. И, как бы, ухробить ей будет не так жалко. Хотя, головоломки надо жалеть. Обращайтесь с ними аккуратно. Серия Ройлонг. Бюджетная серия для начинающих. Покупать остальные головоломки из этой серии я не буду. Если с каким-то другим путем они ко мне попадут, то, конечно, видео сделаю. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.